Здорово, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха МакФлая. У меня сегодня вновь ножевая тема. Вы знаете, когда я публикую видео о ножах или статьи какие-нибудь пишу, всегда в комментариях появляются люди, вот эти любители тактических, выживальщицких, суперкрутых ножей, прям с суперсталями. Ну и, собственно, сегодня я решил вам показать настоящий немецкий тактический нож. Поэтому смотрите видео до конца. Поехали! Музыка Меня часто обвиняют в том, что я очень долго кручу нож в руках, не показываю его. Давайте я сразу его вам покажу. Вот такая вот штука. Вот такой огромный, огромный тесак. Мы шутим с друзьями, что еще чуть-чуть, ну буквально там еще 10, 7-10 сантиметров, и это уже будет маленький меч. Вот, давайте я расскажу о истории этого ножа. Вновь его засуну в ножны, чтобы и ножны вам показать. Ножны выглядят вот так, ножны кожаные. Нож достаточно старенький, я думаю, что ему не меньше 20 лет. Попал он к нам лет, наверное, 5 назад. У меня есть родственники в Германии, и они нам его привезли. Как он к ним попал, тоже интересная история. Есть в Германии такое дело, называется Шпермуль. Кто знает, кто читал, тот уже понимает, о чем речь. Кто не знает, друзья, это такой специальный день. То есть в Германии запрещено выкидывать бытовую технику, запрещено выкидывать мебель просто так на мусорку. Соответственно, существует специальный день, когда ты можешь вынести на мусорку бытовую технику, инструмент, ну какие-то еще вещи, в основном мебель, конечно, и поставить перед домом. Вот, проезжает специальная машина, она собирает все эти вещи и отвозит на переработку, на утилизацию. Так вот, собственно, любой желающий может подойти и взять любую понравившуюся вещь. Вот такая вот история. То есть многие немцы пользуются этим делом, ну, тем более, многие выходцы из бывшего СССР, которые сейчас проживают в Германии, обязательно пользуются этим делом. Потому что, ну, представляете, какая халява, ты идешь, а там инструмент, какие-то штуки просто лежат, и ты их просто забираешь. Соответственно, у моих родственников там полный сарай инструментов, там несколько бензопил, несколько газонокосилок, музыкальные центры, ну, там, шуруповерты, шлифмашинки и все на свете. Вот, собственно, вот этот нож был вот так же забран со шпермуля. Он лежал в сумке с инструментами, там было много всякого хлама, и в том числе лежал вот этот вот нож. Это случилось лет, наверное, то есть пять лет он у нас, ну, и где-то, наверное, лет семь-десять он был у моих родственников Германии. И потом они его привезли к нам сюда, ну, и нам тут оставили. Не знаю, забыли, я вот, кстати говоря, надо отца спросить, то ли они их забыли, то ли типа подарили, не знаю. Вот, и вот сейчас он у меня живет, периодически живет у меня в машине. Вот такой вот ножик. Что касается фирмы Heiler, информации в интернете практически нет никакой. Единственное, что удалось найти, сейчас ножи этой марки продаются на Алиэкспресс, но когда-то давным-давно они производились в Германии, то есть этот ножик произведен в Германии. Ну, и, собственно, стояли на вооружении, то есть есть статьи, в которых написано, что эта фирма поставляла специальным подразделениям, собственно, ножи. Да, и я даже нашел какую-то статью, где написано, что Heiler, ну, нож не так выглядит, он был такой кинжал, стоял на вооружении каких-то спецподразделений Японии. Вот такая вот история. Так, давайте немножко мы, это была, собственно, история ножа, теперь немножко замеров мы сделаем. Он действительно огромный, он реально огромный. То есть общая длина ножа 30 см, но там еще пару миллиметров. Длина клинка тоже бешеная, 17,5 см, 175 мм. Длина режущей кромки. Опа, кто не знает, да, что, какие части у ножа есть, то есть есть клинок, а режущая кромка, это, собственно, то, что заточено. Вот отсюда начинается заточка. Ну, где-то 16 см. 16 см режущая кромка, соответственно, есть у него фальш-лезвие. Ширина в самой широкой части ножа 3,5 см, а так 3 см. Вот, спуски у него от середины лезвия, спуски у него вогнутые. Не знаю, видно вам или нет. Вот такие, хоп, вогнутая линза. Вот такая вот штука. Гарда у него, знаете, вот есть один из признаков холодного оружия, это развитая гарда. Вот здесь, капец, она развитая. Чтобы вы понимали, ширина гарды почти 7 см, 6,8 см. Вот такая вот гарда огромная, соответственно, можно вот так держать, да, вот тут. Вот эта часть не заточенная, кто не знает, опять же, это или вынимать, или вот таким вот хватом более надежный, более конкретный. 4,5 мм толщина клинка. Давайте, вот для сравнения, чтобы вы понимали, вот нож рыбак от Кизляра. Тоже вроде бы не маленький ножик, но по сравнению с этим это какая-то игрушка. Особенно, если вот с этой стороны сравнивать, это вообще какая-то, какая-то чепуха. Это лом натуральный, лом огромный. Он, кстати, очень тяжелый. Давайте я вам покажу. Да, опять же, повторюсь, мы называем эту штуку наш маленький меч. Когда куда-нибудь едем на природу, мы говорим, так, ты меч взял? Взял. Сам нож, сам меч весит 335 грамм. Это очень много для ножа. Вместе с ножнами, чтобы вы понимали, сколько мы с собой таскаем. Ну, мы не таскаем, он в машине лежит. Он весит 425 грамм. Почти полкило. Почти полкило в собранном состоянии. То есть, есть исторические кинжалы, есть маленькие мечи, которые как раз-таки и весили полкило. Вот. Для сравнения, да, вот с Кизляровским давайте сравним. Ради прикола. Это был 170 грамм Кизляра и 334 вот этого Халлера. Такая вот штука. Пишите в комментариях. Друзья, кстати говоря, очень интересно. Вдруг кто-то знает что-то об этой фирме. Напишите, пожалуйста, в комментариях, да, вдруг кто-то знает что-то конкретное. Потому что, ну, вы посмотрели, вот сейчас кто-то смотрел видео до конца, во-первых, вам спасибо большое. Вот. Вы посмотрели, вы понимаете, что кроме истории этого конкретного ножа, я особо ничего не знаю. Не знаю ничего о фирме, не знаю ничего о модели. Поэтому, друзья, если кто-то что-то знает, пишите в комментариях. Прям очень будет интересно почитать. Это был канал Миклуха Макфлай. Так случилось, что канал плавно превращается в ножевой канал. Ну, да, ничего страшного. Это был канал Миклуха Макфлай. Друзья, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Пользуйтесь хорошими ножами. Пока-пока.